всем привет вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и я могу вам рассказать о всех культурах последней эпохи эпохи современности в игре humankind которая должна выйти в августе который мы все с нетерпением ждем кстати недавно я записывал прохождение от неолита до советского союза в последней закрытой бета-версии ссылка появляется в верхнем правом углу ну а если вы пропустили обзор культур прошлых эпох то ссылка будет в прикрепленном комментарии тоже обязательно посмотрите если вдруг кто не в курсе то в humankind при выходе в каждую следующую эпоху можно будет сменить культуру и таким образом комбинаций цивилизации может быть аж миллион 10 в шестой степени и так культуры современной эпохи американцы они в игре экспансионисты культуры экспансионисты могут аннексировать чужие территории которых есть аванпосты за деньги кроме того они могут без потери здоровья армии ходить по территории тех стран которые закрыли для них границы способность у них называется американская исключительность и будет давать 10 влияние за каждый ресурс который у американцев покупают а в конце игры это может быть очень очень много кстати уникальный район называется агентство безопасности будет давать плюс 2 силы всем юнитом которые находятся в соседних клетках от этого района а также плюс 2 культуры всем соседним гарнизоном ну и наконец уникальный юнит lightning это очевидно истребитель сожалению пока непонятно как в общем то работают истребители в игре и в принципе насколько он будет силен обычного истребителя поэтому здесь ничего конкретного сказать не могу следующая культура в современной эре австралийцы они в игре строители строители могут конвертировать все деньги всю науку в производство таким образом на 5 ходов ускоряя его а также получают 10 стабильности когда заканчивают строительство района правда только на один ход способность австралийцев пожалуй можно перевести как создатели мечты или ткать или мечты она дает плюс 20 процентов производства во всех городах по моему очень крутой бонус уникальный район пожалуй можно перевести как комплекс добычи и он дает сам по себе 10 производства а также плюс 50 производства за каждый соседний с ним стратегический ресурс ну и один слот для рабочих в городе уникальный юнит австралии называется altering pmv pmv это protected mobility vehicle то бишь бронетранспортер ну а all-terrain означает что он по любой территории носится как коняшка хотя на самом деле конечно это не коняшка способность у него в том что он игнорирует в общем-то штрафы для пересеченной местности насколько он по силе отличается от подобных юнитов этой эпохи на данный момент непонятно любом случае австралия со своим бонусом на производство выглядит довольно сильно следующая культура современной эпохи бразильцы они аграрии и эта способность во-первых позволяет привлекать в город из городов других империй население по количеству присоединенных территорий к этому городу правда за это надо будет заплатить культурой влиянием а также дает пять стабильности в городе на один ход когда в нем появляется население способность бразильцев называется легкие планеты кстати болото и озера беларуси называют легкими европы так вот эта способность дает плюс 2 к производству каждого жителя в городе то есть плюс 2 к еде от каждого фермера плюс 2 к производству от каждого рабочего плюс 2 к деньгам от каждого торговца плюс 2 к науке от каждого ученого и так далее уникальный район называется сельскохозяйственная лаборатория и дает 3 еды за каждый соседний фермерский квартал и плюс еду за каждого жителя в городе. Ну, я вот когда объясняю кварталы, что-то не зачитываю. Это означает, что подобное дают все районы. Потому что, например, минус 10 стабильности, вы видите на экране, это дают на самом деле все районы. Вы любой район строите, это будет давать минус 10 стабильности в городе. А плюс один фермерский слот дают все фермерские кварталы. Уникальный юнит я, пожалуй, переведу как джунглевые бригады. Это стреляющий юнит и исходя из названия получает бонусы находясь на клетке с пересеченной местностью. Следующая культура китайцы. Они в хьюманкайн торговцы. Торговая способность позволяет начать сразу обрабатывать какой-то ресурс за влияние. Причем не только на своей территории. Если же ресурс уже обрабатывается, вы можете как бы вложить в него деньги и получать больше денег, если кто-то этот ресурс покупает. И повторюсь, это касается не только ресурсов на вашей территории. Кроме того, другие культуры могут покупать у вас ресурсы, которые вы покупаете у других культур. Таким образом вы будете зарабатывать деньги. Способность Китая называется шелковая железная дорога. И просто дает на 50% больше денег от торговых путей. Уникальный район называется Народный конгресс. Дает плюс 10 денег сам по себе. Плюс 3 влияния за каждый соседний торговый район. А также дополнительно места для всех видов работников в вашем городе. Уникальный китайский юнит называется Защитник. Ну это по-английски так, Guardian. На самом деле, конечно, он вдохновлен ракетным комплексом Вейши, который, в общем-то, тоже можно перевести как Защитник с китайского. Это артиллерийский юнит. Чем он будет отличаться от артиллерийских юнитов этой эпохи, опять же, не совсем понятно. Ну, видимо, в отличие от них сможет атаковать дважды вход. Следующая культура современной эры в Humankind — египтяне. Они эстеты. Это значит, что во-первых, могут тратить деньги для того, чтобы территории подпадали под их сферу влияния. А во-вторых, культурная близость для этих империй будет работать на максимальный бонус. Уникальная способность египтян называется Долина Королей и дает четыре влияния от каждого уникального района. Видимо, имеется в виду, конечно же, вообще все уникальные районы, которые эта цивилизация построила в течение игры. Интересная, конечно, способность, потому что Долина Королей в современном Египте — это, ну, вот те самые захороненные мумии с древних веков. То есть, у современной культуры — способности культуры древнего мира. Уникальный район называется Археологические раскопки и дает три влияния за каждый соседний район и еще три влияния от каждого уникального района. Ну и, наконец, уникальный юнит называется «Свободный офицер». Это не что-то типа свободной кассы, а движение свободных офицеров — это тайная организация в королевстве Египет, которая осуществила июльскую революцию, в ходе которой была свергнута монархия, а основана была подполковником Гамалем Абделем Нассером. Это самый свободный офицер, видимо, участник организации свободных офицеров — это стреляющий юнит, и он дает бонус союзным юнитам. Плюс три, если они атакуют более сильные юниты. Ну, я думаю, многие из вас посетуют вообще о наличии Египта среди культур. Ну, понятно, что Amplitude Studios старается охватить все части света. Африка в современную эпоху, конечно, ничем выдающимся не запомнилась. Возможно, стоило взять ЮАР, но выбрали Египет, так выбрали. Кстати, пишите в комментариях, какая африканская культура, по вашему мнению, была бы интереснее Египта. Перемещаемся в Азию. Следующая культура — индусы. Они тоже эстеты. Как работают эстеты, я уже объяснял. Их уникальная способность называется «экономический слон». Плюс 10% денег за каждую территорию в вашей сфере влияния. По описанию, кстати, это не очень понятно, потому что в игре есть конкретная механика культурного влияния. Одно дело — именно ваши территории, а другое дело — территории под вашим культурным влиянием. Их как может быть и больше, чем у вас территории, так и меньше. Поэтому тут надо будет уже смотреть в самой игре. Уникальный район называется «Ашрам» и дает три веры за каждый соседний район и одну веру за каждое население в городе. Уникальный юнит называется «Миротворец», тоже стреляющий, и внезапно дает бонус за каждую войну, объявленную владельцу этого юнита. То есть, чем больше войн ведет Индия, тем сильнее этот юнит получается. Немножко странно выглядит культура, потому что, мне кажется, район на веру в этой эпохе не особо интересен, а юнит, сила которого зависит от количества войн, тоже странен. Но, видимо, это для тех, кто очень далеко оторвался от всех остальных, и когда все на него нападают, ему в тему как раз воспользоваться таким юнитом. Следующая культура современной эпохи – долгожданный Советский Союз. Он тоже экспансионист, как и американцы, так что эту способность объяснять не буду. Уникальную способность Советского Союза я бы перевел, пожалуй, как «Красная волна», но это, мне кажется, какая-то придумка от Аплитюд Студиос. Во всяком случае, я такого термина Red Tide никогда не слышал. И благодаря этой способности производство юнитов снижено на 25%. Стоимость производства юнитов. Уникальный район называется «Оружейный завод», дает плюс 5 к производству, плюс 5 к деньгам, создает ресурс оружия, который считается как бы сразу автоматически добываемым. Каждый ресурс оружия добавляет плюс одну силу к любому юниту Советского Союза, но при этом снижает на 10 стабильность во всех городах. Ну и уникальный юнит «Танк», так и называется «Танк Красной Армии». Уникальная способность, как я понимаю, за раз его производят сразу две штуки. Ну, в общем, по мнению Amplitude Studios, все, что делали в Советском Союзе, это оружие и танки. Что, конечно, имеет под собой некоторую основу, но такая заточенность на милитаризм мне все-таки кажется странным. Следующая культура современной эпохи «Fumankind» довольно неожиданно. Шведы. Это научная культура, а значит, что все производство и деньги можно будет конвертировать в науку на 5 ходов. А также эти культуры могут изучать технологии следующей эпохи. Неужели в «Humankind» будут технологии не только современной эпохи, но и будущего какие-то? Потому что иначе как этот бонус использовать для культур последней эпохи? Уникальная способность шведов называется «Призовая наука». Я так понимаю, что это какая-то отсылка к Нобелевской премии, потому что она называется «Нобел прайз». И дает плюс 10% науки за каждую территорию в городе или аванпосте. Уникальный район называется «Исследовательский институт» и дает плюс 3 науки за каждый район в этом городе и еще 3 науки за каждый соседний исследовательский район. Шведский уникальный юнит называется «Стелс Корветт». Это бронированное плавательное средство. И его уникальная способность, как я понимаю, виден только юнитом, который находится в соседних клетках. Интересно, почему среди всех европейских культур выбрали шведов? Вот это действительно вопрос в отличие от Египта, потому что, как мне кажется, пик могущества Швеции пришелся скорее на возрождение. Ну и к тому же пропущено много других сильных европейских культур. Там те же Франция, Великобритания. Ну, понятно, они были в предыдущей эпохе, так и русские были в предыдущей эпохе. В общем, ваши предположения по поводу Швеции и кого лучше было бы вместо нее, тоже жду в комментариях. Следующая культура современной эпохи турки. Они тоже аграрии, как и бразильцы, так что на этом не буду останавливаться. Их уникальная способность называется «Народные реформы». Видимо, отсылка к реформам Кемали Ататюрка. И дает плюс 5 еды за каждый район и плюс 10 стабильности за каждый район. Вот это последнее, по-моему, очень круто. Видимо, играя за Турцию, у вас вообще никаких проблем со стабильностью быть не должно к этому моменту. Уникальный район «Публичная школа» дает плюс одну науку за каждое население и дополнительный слот для ученых. Интересный уникальный юнит у турок. «Скрытная боевая ракета». Это явно отсылка к реально существующей турецкой ракете «Сата-Атилонорта-Мензелей-Мухимат». Как действуют подобные ракеты в «Humankind» пока непонятно, поэтому о возможностях этого юнита ничего сказать не могу. Ну и, наконец, последняя культура современной эпохи – японцы. Они ученые, как и шведы. Их уникальная способность называется «расцвет инноваций» и открывает какое-то действие, которое можно перевести как «выкуп». Но что это такое, на самом деле, непонятно. Может, можно будет технологии за деньги покупать, но я без понятия, честно говоря. Уникальный район «Роботизированная лаборатория». Он даст плюс 10 производства, плюс 10 науки, а также плюс 3 производства и плюс 3 науки за каждый соседний район и по одному слоту для рабочих и ученых. И, наконец, уникальный юнит называется «Рейсен». И это, на самом деле, не что иное, как «Зеро». А «Рейсен» – это его название по-японски. Вообще, кстати, удивительно. Почему-то, значит, китайский юнит переведен на английский как «Гардиан», турецкая ракета переведена, а внезапно японский юнит называется так, как он звучит по-японски, хотя во всех других исторических играх «Зеро» всегда «Зеро». В описании сказано, что это патрулирующий воздушный юнит. Он будет видеть и перехватывать вражеские самолеты, а также может наносить удар по наземным целям, чтобы снижать их эффективность. В общем-то, на этом все. Вот и все культуры, которые будут представлены в игре «Хьюман Кайнд». Еще раз напоминаю, что культуры предыдущих эпох вы можете посмотреть по ссылкам в прикрепленном комментарии, ну а ваши впечатления от культур современной эпохи я, надеюсь, тоже почитать. Играйте в умные игры и всем пока! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!